Приветствую вас, я прочитал ваше сообщение, прочитал дополнение к нему, увидел, что наши эксперты уже ответили вам на мотелос, дали какие-то свои заключения, и в общем-то у меня сложилось ощущение, что на момент написания последнего дополнения у вас случилось некое такое непонимание. Непонимание в том, что хочет сказать вам наш контингент экспертов и того, что хотите получить вы. Но поскольку в последнем дополнении вы пишете о том, что холод, сменили его поведение, началось внезапно, в воскресенье на понедельник. При этом в своем первом сообщении вы об этом не писали, вы писали просто, что 10 дней назад начался холод, внезапно. Я полагаю, что в каждом дополнении вы можете добавлять какие-то моменты, факты, которые, ну, может быть, вам кажутся не совсем важными, но тем не менее определяют, вообще-то говоря, ситуацию с тем. Поэтому, вы знаете, я попробую ответить вам на вопрос, на ваш вопрос, именно вот так, как вы его задаете, да, то есть как правильно себя вести, чтобы не ухудшить ситуацию. Значит, во-первых, начнем мы с того, почему мужчины так себя ставят вести. Значит, 3 месяца – это подходящий срок, это более-менее вменяемый срок для прохождения влюбленности. То есть вот влюбленность у людей длится от 3 месяцев. То есть вот 3 месяца – это срок, когда монет закончится именно влюбленность. И все слова, любовные, ласковые слова, которые вам мужчина говорил, они могли закончиться почему. Вот вы пишите, что он сказал, что проблемы на работе. Проблемы на работе действительно были. То есть здесь я не думаю, что он вам бред. Тем более вы говорите, что женщины там нет. Значит, если мужчина действительно испытывает проблемы на работе, то что происходит? У него меняется эмоциональный фон. Меняется восприятие вас, потому что до этого он воспринимал у вас столько в контексте чего-то нового, безоблачного. А сейчас, когда у него были проблемы на работе, его восприятие вас изменилось. Немножечко. И на момент проблем с работой он вел себя по-другому с вами, потому что были другие, более важные дела. А когда проблемы закончились, когда проблемы завершились, прежнее отношение не вернулось, потому что под давлением проблем влюбленности шла. Да, осталось привязанность, да, осталось, может быть, нервность, осталось внимание, осталось влечение, все это осталось. Но вот этой вот возвышенности, влюбленности, которая была до проблем, ее уже нет. Потому что проблемы ее как бы сбили. И я так подозреваю, что то, что вы принимаете за холод, ведь холод это, посмотрите, что? Холодом вы называете то, что происходит в отношении мужчины к вам сейчас. По сравнению с тем, что было раньше. Но даже если бы проблем на работе молодого человека не было бы, то вот эти слова любовные, ласковые и так далее, которые пропали сейчас, они бы пропали и тогда. Просто немножечко позже может быть пропали, но пропали. Потому что проблемы, так или иначе, они появились бы. Не на работе, но так где-то еще. Понимаете? И если мужчина стал вести себя так, значит, собственно говоря, его эта реакция, она была бы, ну она неизбежна. Она неизбежна. И вы знаете, вот вы пишете такую сразу, да? понимаемый разговор, что происходит во второй раз, кажется глупым. На самом деле, да, действительно, именно спрашивать, что происходит, так как вы спрашивали до этого, действительно глупо. Но смотрите, мужчина сказал, что у него проблемы на работе, и после этого сказал, что проблемы на работе у него происходят. Как бы за язык его никто не тянул, я полагаю. Говорит вам, что проблемы закончились. И если он связывает свое отношение к вам с проблемами на работе, то, соответственно, после того, как проблемы завершились, отношение тоже должно было стать признанным. Но оно не встало. И, значит, у вас появляется логичный вопрос, совершенно логичный вопрос, о том, почему, если проблемы завершились, он по-прежнему не говорит вам любовных, ласковых слов. И вот об этом вы можете спросить. Не о том, что происходит, потому что этот вопрос вы уже задавали, и это правильно, а спросить о том, почему, несмотря на завершение проблем, любовных, ласковых слов, мужчина вам так и не говорит. Этот вопрос умеет, логичен, потому что он вытекает из того, что говорит вам мужчина. Дальше. Вы пишете о том, что у него, значит, два месяца назад тоже были проблемы, но он продолжал называть вас любимой. Следовательно это с тем, что два месяца назад, то есть, когда вы встречались, один месяц, поэтому, скорее всего, была влюбленность, была страсть, и проблемы не смогли. заглушить, значит, проблемы не смогли заглушить тех чувств, которые были у вашего молодого человека, как вам. Ну, а сейчас, после прохождения уже большего количества времени, это определенно произошло. То есть, воспринимать нужно это так, что то, что было справедливо два месяца назад, то, что было актуальными. Два месяца назад теперь уже, к сожалению, не актуальны. Далее, ответ на ваш вопрос, собственно, как правильно себя вести. Ну, во-первых, вам нужно ситуацию прояснить, то есть, вам нужно спросить у мужчин, то, что я сказал ради, потому что это спросить вы вправе. Если, еще раз повторю, если он увязывает изменение своего отношения к вам с проблемами на работе, то, соответственно, после того, как он сказал, что проблемы на работе завершились, вы вправе ожидать от него изменения отношений. Но раз этого не происходит, то, соответственно, вы можете спросить и получить ответ. В противном случае у вас возникнет недопонимание, что, собственно, и происходит сейчас. Этот вопрос не глупый. Дальше. Как правильно себя вести? Ну, правильно себя вести в данном случае можно было бы так. Вот вы ему вопрос такой, знаете, спокойный, посмотрите, что ответит, послушайте его, и дальше уже ориентируйтесь на то, что вы сами чувствуете, на то, что вы ощущаете. Понимаете, если вам, например, этого ответа будет мало, или если вы будете чувствовать себя неудовлетворённым, да, то есть вы нуждаетесь в том, чтобы вам говорили любовные ласковые слова, то вам об этом нужно мужчине одним раз сказать, что вам не хватает ласки с его стороны, что вам не хватает нежности с его стороны, что вам не хватает каких-то тёплых слов, да, и если мужчина вами дорожит, он сделает выводы и будет вам это говорить. Если нет, если вы его стали волновать меньше, то, естественно, ваши слова на него не дойдут. и выпрашивать ласку, выпрашивать какие-то тёплые слова бесполезно, поэтому здесь вы можете просто вести себя нейтрально, вести себя положительно, вести себя спокойно, если обходительно, но смотреть на поведение мужчины. То есть после вопроса вы в пустя какое-то время, в зависимости от ответа человека, высказывайте своё пожелание относительно наличия слов и любовных ласковых в ваш адрес и говорите, насколько вам важно их получать. Важность определите для себя сами. И если вам это важно действительно очень сильно, постарайтесь это донести до мужчины, а далее смотрите на его поведение. Если поведение человека останется тем, значит вы его не волнуете, и тогда уже вам решать, остаетесь ли вы с ним, принимаете ли вы его такое новое поведение. Мне нужно сказать, что это не отношает обязательно охлаждение к вам, это не отношает обязательно холод к вам, это означает, что он просто стал по-другому к вам относиться, это нормально. Вопрос в том, принимаете ли вы это. Если не принимаете, то соответственно нельзя говорить о том, что вас это устраивает, и соответственно нельзя говорить о том, что вы с этим человеком будете счастливы. И если вы не будете с ним счастливы, то соответственно вам постепенно от него не будет отдаляться Тогда Если он не будет прислушиваться к вашим словам И не будет делать того, что выходить от него Или же Вы принимаете его Селиком То есть принимаете его отношение к себе Принимаете его Изменившееся поведение Принимаете отсутствие слов Если любите его Если он своим поведением Доказывает вам, что вы дороги ему И вы Ориентируетесь именно на поведение Я не буду здесь говорить Что лучше, что правильно Что более показательно И так далее Это вы сами для себя определите Но тем не менее вести себя нужно Именно так В принципе Наверное Пошел на Ваш вопрос И ответ То есть Понимаете У вашего мужчины Произошла Такая ситуация Когда Наложилось Можно сказать Наложилось одно на другое То есть Одновременно Начало происходить Спас Влюбленности к вам И Проблемы на работе И Если бы Проблем на работе Не было бы То Мужчина Скорее всего Продолжал бы вам По инерции Это говорить То, что говорил А Поскольку Проблемы на работе Все-таки Произошли То Соответственно Поток Слов Он Оборвался Резко И вы Воспринимаете Это как Охлаждение К себе На самом деле Это Не охлаждение Это Скорее Проявление Его Более Такого Реального Может быть Менее Влюбленного Но Это не Охлаждение Что он Меньше Воспринимает Поэтому Принимать Его Такое Поведение Смотреть Ли На его Поступки Или нет Решать Вам Если Вам это Неприемлемо Если вы Считаете Что Этого Мало Тогда Безусловно Вам Необходимо От него Отдаляться Пожалуй На этом Я думаю Можно Законить Потому что Я ответил На ваш Вопрос И первый И второй Я Также В общем-то Хотел бы Только Прокомментировать То Что Вот Вы написали Значит Что Вот В последнем Дополнении Вы пишете Что Я понимаю Что отношения Меняются Что Влюбленность Проходит Здесь Это Не То Вот Откуда Вы Знаете Что Здесь Это Не То Если Вы Не Чувствуете Его Любви Как Вы Говорите Кстати Тоже Момент Такой Очень Интересный Что Вы Подразумеваете Под Любовью Что Мужчина Подразумевает Под Любовью А Если Вы Не Чувствуете Его Любви Значит Влюбленность Как Раз Таки Прошел Если Обиделся То Я Не Думаю Что Это Так Потому Что Вы Не Делаете Ничего Плохого Ему Это Определенно И Я Не Стал Здесь Однозначно Говорить Что Здесь Это Не То Ну Почему Не То Откуда Вы Знаете Что Это Не То На В Гляд Все Сходится Все Сходится И Очень Хорошо Проблема Заключается В Дом Что Вы Сами Как С одной Стороны Вы Хотите Узнать Что Происходит С другой Стороны Вы Пытаетесь Вернуть То Что Было А То Что Было Скорее Всего Уже Не Вернуть И Не Важно На Самом Деле Почему Не Важно На Сам Деле Что Это Отсутствие Влюбленности Уменьшение Интереса К вам Влияние Проблем На Работе Может Быть Мужчина Вообще Вам Солгал И Проблемы На Работе У него Продолжаются Просто Он Не Хочет Чтобы Вы Думали Что У него Проблемы На Работе Есть Не Важно Важно То Принимаете Ли Его Таким Как Он Есть Потому Что Если Нет То Есть Сомнение Влюбленность Принимаете Человека Таким Как Он Есть И Стараюсь Сделать Его Счастливым А Вы Хотите Чувствовать Его Любовь То И Хотите Получать Что То Для Себя А Получать Что То Для Себя В Одном И Том Же Количестве На Одном И Том Же Уровне От После Тех Трех Месяцев Вот В принципе То Что Я Хотел Вам Сказать На Сам Деле Рекомендую Вам Избегать Категоричности В Своих Суждениях Избегать Отрицания Каких То Моментов Потому Что Ну Со Стороны Используя Профессиональные Бастерные Знания Нам Легче Проще И Понятнее Увидеть То Что Происходит У Вас Сейчас Я Думаю Что Если Вы Воспользуетесь Теми Рекомендациями Которые Я Вам Дал Вы Можете Решить Свою Проблему Вы Можете Для Себя Во Первых Понять Более Или Что Происходит И Определить Свой Вектор Поведения По Отношению К Молодому Человеку Вот Как Вектор Своего Поведения Определите Вам Станет Принцип Все Равно Как Отношение Молодой Молодой Человек Вы Свою Цель Помните Вы То Что Вы Хотите Не Добывайте Вы К тому Что Вам Нужно Стрепитесь И Все И Либо Молодой Человек Соответствует Этому Либо Нет И Зачем Зависеть От Кого Пытаться Выяснить То Что Может быть Мужчина Сам Не Знает Понимаете Так Что Вот Кроме Того Вот Эта Ваша Эта Ваша Фраза О том Что Вы Сумели Выдержать Дня Три Как Бы Точно Намекает На то Что Вы В Отношениях Ну Не То Чтобы Все Время Стремитесь Получать Но Вы В Отношениях Явно Находитесь Такой Не Самой Равной Позиции То Есть Вы Не Независимы Вы Нужна Эти В том Чтобы Мужчина Вам Говорил Постоянно Проявлял Вам Вот Своё Внимание Свои Свои Чувства Вот Именно Да А Это Плохо Потому Что Еще раз Человек Может Меняться И Чувства Его При Этому Могут Выражаться По-разному Хотя Сами Чувства Могут Остаться Теми же И Совершенно Непонятно Почему Почему Вы Такое Значение Придаете Его Слава Если Вы Не Чувствуете Его Любви Это Гораздо Серьезнее И Здесь Важно Опять же Для себя Прояснить Это И Прояснить В первую Очередь С ним Путем Поднятия Того Вопроса О котором Я Говорил Чтобы Вам Было Ясно Ну а Дальше Вы Сами Для себя Решаете Принимать Это Или Нет На этом Все Надеюсь Что Помог Вам Если Какие Вопросы Остались Пишите В личку Помогу Вам Если Вам Понравился Мой Ответ Буду Благодарен Если Сделаете Его Лучшим Если Вы Хотите Добавить Дополнение К Своему Вопросу Пожалуйста Напишите Мне В личку О том Что Вы Это Сделали Чтобы Я Прочитал Его И Может быть Дополню Потому Что Так Дополнение Мне Очень Заметно То Есть Увидеть Что Вы Добавили Что Своему Вопросу Можно Только Если Открыть Сам Вопрос Открывать Его Как Вы Наверное Понимаете Ну Я Надеюсь Вы Понимаете Нет Смысла Особенно Если Я Уже Например На Него Ответ Вот Поэтому Пожалуйста Если Вы Дополните Вопрос То Дайте Мне Знать Об Эту В личку Я Может Сам Тоже Что Небудь Дополну Но В большом Счету Весь Ваш Вопрос Я Раскрыл Желаю Вам Всего Самого Доброго Удачи Продолжение следует